Слово Двадцать четвертый стих, на самом деле еще одно чудо, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. Пожалуй, величайшие из уроков, которые должны усвоить все христиане, которые должны усвоить все христиане, каждый христианин, величайший из уроков был преподан в свое время еще Самуилу, в тот самый момент, когда Самуил смотрел на сновей Иисея, чтобы понять, кто из них помазанный, кто из них обозначенный Богом, царь Израилев. И урок заключается в следующем, смотреть не на лицо, а на внутреннее содержание. Смотреть в сердце, а не на лицо. В этом у нас только один учитель, Святой Дух, который ведет нас к христианской зрелости. Другого учителя у нас нет. Вспомните, что в первоначальном тексте Нового Завета не было разделения на главы, и уж тем более на стихи. Кстати говоря, не было разделений на предложения, не было знаков препинаем. И поскольку материалы, на которых тогда писали, были столь дорогие, столь ценные, писали, буквально заполняя весь материал. Не было полей, не было пробелов между словами, что, кстати говоря, порой и создает проблемы для исследователей рукописи. Очень важно прочитать 25 стих 2 главы и 1 стих 3 главы вместе, не разделяя их. Потому что разделение на главы было сделано уже позже редакторами, которые хотели облегчить нам работу с текстом. Так что читаем следующим образом. 2.25 И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, а ибо сам знал, что в человеке. Между фарисеями был некто, или между фарисеями был человек. Без паузы. Он знал, что в человеке. И вот между фарисеями был такой человек, звали его Никодим. И Иисус знал, что в этом человеке, потому что Иисус знал, что в каждом человеке. В связи с этим есть смысл обратиться к вопросу о том, каково практическое значение воплощения Сына Человеческого. Помните, великий стих, говорящий о воплощении, Иоанна 1.14. Помните, мы говорили о ситуациях, в которых наша математика не сходится, не работает. Например, Бог три в одном и один в трех. Воплощение представляет нам еще одну такую же тайну. Неправильно сказать, что Иисус на 50% человек и 50% Бог. И вместе они составляют 100%. Нельзя сказать, что Он больше, прежде всего, Бог и чуть-чуть человек. Или, прежде всего, человек и чуть-чуть Бог. Он полностью Бог и полностью человек. Он неоскверненный грехом человек, сочетающийся с неприниженным, неуниженным Богом. В одной личности навеки. Когда Слово становится плотью и обитало среди нас, в Иоанна 1.14. Это означает, что Иисус может проповедовать к нам, как Бог, обращающийся к человеку. И молиться за нас, как человек, обращающийся к Богу. Он совершенный пророк, потому что Он совершенный Бог. Он также и совершенный священник. Ибо Он в совершенстве человек. Очевидно, что во второй главе, говоря о том, что Иисус знал, что в сердце каждого человека, Иоанн ссылается на его всеведение. Всеведение – это одно из качеств божественности, одно из качеств Бога. Кроме Бога, никто не знает, что в сердце каждого человека. И yet, we are presented with some verses, which give us a problem when we think about that. Но при этом некоторые стихи ставят нас в тупик. Например, Луки 2.52, где говорится, что Иисус возрастал в мудрости. Как же тот, кто уже всеведущ, может возрастать в мудрости? Евангелие от Матфея, 24 глава, говорится о том, что Иисус не знал дня своего второго пришествия. Как может быть, чтобы всеведущий чего-то не знал? Ученики попали в бурю на Галилейском море, на Галилейском озере, а Иисус при этом спал. Как же так? Как всеведущий Бог может спать? Как же разобраться с этими богословскими противоречиями? Да вот как. Когда Иисус превосходил человек, Он не отреживал факты или реальность Своей Деиции, но Он отреживал правила и пророгативы Своей Деиции. В Своем воплощении Иисус не отказался от реальности Своей Божественной природы. Иисус не утратил Божественную Свою природу. Однако Он отказался от некоторых привилегий Своей Божественной природы. And that surrender did not merely involve biological things. And what I mean by that is it doesn't disturb our conception of deity so much to think that Jesus could be hungry, to think that Jesus could be thirsty, or to think that Jesus could die. However, it does disturb and violate our conception of deity to think that, for instance, Jesus would not know the day of His Second Coming. И дело тут, скорее, не в биологических вопросах. Мы совершенно спокойно можем принять, что Иисус Бог, даже при том, что мы знаем, что Он уставал, мы знаем, что Он голодал, и даже то, что Он спал, и это все нормально. Нам трудно принять, что Иисус Бог, Всеведущий Бог, когда мы при этом узнаем, что Он не знал дня своего второго пришествия. But it's just as much an attribute of deity to be impervious and to be unthreatened by hunger or thirst or suffering and death, as it is an attribute of deity to know everything. Хотя, с другой стороны, и первое тоже должно бы нас напрягать, потому что Богу свойственно не только не голодать, Богу свойственно не только всеведение, всезнание, но Богу свойственно, например, не голодать и не уставать. Как же сочетается учение о божественности Христа с теми фактами, что Он уставал, что Он хотел есть, хотел пить, что Он, наконец, не знал дня своего второго пришествия? Возможно, это только с учетом понимания Троицы. Чтобы стать Искупителем, Иисусу надлежало пострадать. Чтобы стать Искупителем, Христу надлежало умереть. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Чарльз Хедден Сперджен, известный лондонский проповедник, сказал по этому поводу великолепную проповедь. Это проповедь основана не только и не столько, может быть, на библейских фрагментах, на библейских стихах, но на воображении проповедника. Основывается эта проповедь на послании к филиппийцам, вторая глава, с пятого по одиннадцатой стихи, где говорится о том, что Иисус уничижил себя по виду, став как человек, что Иисус не держался за равенство с Богом. И Сперджен говорит о том моменте, когда Христос, Бог Сын, покидает небеса. И Сперджен говорит о том, как Христос, Божий Сын, встает со своего небесного престола, как Он подходит к самому краю небес, как Он отбрасывает золотой ореол, ореол света, окружавший Его, как Он скидывает свою роскошную царственную мантию, как Он откладывает свой царственный скипетр, и ангелы в недоумении смотрят на Него. Сыну Божьему предстоит стать одноклеточным эмбрионом в чреве сельской девы. Ему предстоит стать зародышем, Ему предстоит родиться в этот мир, Ему предстоит стать первоклассником, Ему предстоит пройти через весь путь человеческой жизни. Вот что такое воплощение. Некоторым богословам старой школы бывает трудно принять до конца все последствия, все выводы из вот этих стихов, которые мы прочитали. Луки 2,52, о том, что Иисус возрастал в мудрости, возрастал в знании. И о Матфея 24, где говорится о том, что Сын Божий не знает дня и часа своего пришествия. Бог Отец знает, а Сын Божий не знает. И они боятся, причем эти опасения обусловлены, что если дать либералам одну зацепку, они распустят, развяжут весь свитер или весь клубок. Если дать либералам хотя бы одну точку, на которую они могут сослаться, они потом будут дальше утверждать, что ну понятно, Иисус не Бог, Иисус только человек. И вот эти ученые, консервативные ученые, опасаясь, и мы понимаем, обоснованно опасаясь за то, что будет дальше с богословием, пытаясь примирить эту Божию природу и человеческую природу, выработали учение о двух сознаниях Христа. С одной стороны, его человеческое сознание, человеческое сознание Христа, Иисуса, точнее, основанное на его человеческом теле, и с другой стороны, небесное сознание, как называется сознание Логоса, которое основано в небесах и в котором, собственно говоря, и присутствует Божие Всеведение. Я не отрицаю возможность такой гипотезы. Я не буду утверждать, что человек, принимающий ее, заблуждается. Я даже понимаю, почему люди пытаются прийти к таким объяснениям. Я понимаю их мотивы, но меня как-то это объяснение не греет. Но на самом деле, у богословов вы такое объяснение легко найдете. Президент семинарии, в которой я учился, именно на этом стоял, на этом настаивал. Мне больше нравится другое объяснение. Я считаю, что когда Господь Иисус уехал в небе, Он принял в предыдущие прерогативу для своего святого Божия, что момент по моменту, его Божия бы определить, что он должен знать, что он не должен знать, чтобы выполнить его рабочие на земле. Оставив небеса, покинув небеса, Иисус добровольно оставил прерогативу решения своему небесному Отцу, так, чтобы в каждый момент его земной жизни и земного служения небесный Отец определял, что ему и Иисусу нужно знать, что ему и Иисусу необходимо прямо сейчас для того, чтобы выполнить свое служение. Иисус – несомненный, подлинный, стопроцентный Бог со всеми правами Божества. Однако он отказался от преимуществ, которые давала бы ему его Божество, Божья его природа. Еще раз, он не отказывается от самой Божественной природы, он отказывается лишь от ее внешних атрибутов, от ее вида. Например, в воинской части пожар, и пожар этот начинается ночью. И генерал выбегает из части, генерал выбегает из того дома, где он живет, для того, чтобы от огня спастись, от пожара. Ему положены нашивки, ему положены эти самые три звездочки. А он вышел, выбежал, потому что был пожар, он выбежал, в чем мать родила, для приличия, завернувшись в полотенце. Он перестал быть генералом? Нет, не перестал. Он форму надел, как положено? Нет, не надел. Иисус не надел форму, не надел полагающиеся ему нашивки. У генерала есть право кушать прямо у себя, в своей комнате. Ему туда могут принести обед, приготовленный лучшими поварами. Но иногда он просто решает спуститься в солдатскую столовку и покушать вместе с ними, с солдатами. Имеет ли он при этом право на особую генеральскую кухню? Конечно. Но он добровольно решает пообедать или по ужинной среде. Иисус не перестает быть Богом. Он не теряет свои права, как Бог, но при этом добровольно отказывается от их осуществления. Он голоден. Он жаждет. Ему больно. Он идет на смерть. И не проявляет своего Божьего Всеведения каждый момент жизни. Он не проявляет своего Всесилия, потому что Всесилие могло бы помочь ему избежать страданий. Он не проявляет своего Всеведения, потому что при Всеведении была бы невозможна для него вера. Помните, он пришел не только для того, чтобы стать совершенной жертвой, но и для того, чтобы стать совершенным человеком, для того, чтобы стать совершенным поклонником Божьим, для того, чтобы проявить совершенную веру. А поэтому он каждую минуту с верою уповает на Отца, дающего ему все необходимое для того, чтобы совершить служение, к которому он призван. Случалось ли вам когда-нибудь в теплый денек выбраться за город? Вот сегодня как раз только и говорить о том, как в теплый денек хорошо за городом. Где-нибудь в июне, июле, августе, ну, сентябре, наконец. И выезжаешь куда-нибудь в лес, находишь красивую полянку, расстилаешь там одеяло. И под солнечными лучами раскидываешься эдак на том одеяле. И деревья ветками своими прикрывают тебя от палящих солнечных лучей, и тебе хорошо-хорошо. И вот вы лежите в этом тенечке под ветками, под ветвями деревьев, а потом ветерок подул и раздвинул ветви деревьев, и солнечный луч попал, упал вам прямо в глаза, светит вам прямо в глаза. И вам было, вам, до сих пор вам было здорово, были в тенечке, и солнечный свет вас не докучал, но тут раздвинулись ветки деревьев, солнце, упал, солнечный свет попал вам прямо в глаза, и вы жмуритесь. Кстати говоря, если с вами такого не случалось, то, народ, отдыхать больше надо. Есть смысл так устроить пикничок за городом. Но с большинством из нас такое случалось. Так вот, в большую часть, большую часть времени божественность Иисуса была скрыта. Он жил как обычный человек. Ведь это же воплощение. Он стал обычным человеком со всеми ограничениями, которые человеку свойственны. Но Богу Отцу было угодно показать, что Христос не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. И своею волею Бог Отец, Бог Вседержитель устраивал такие минуты, когда Дух Святой, ветер, веяние Духа Святого раздвигало деревья, раздвигало листья, и все величие Божества проявлялось в Иисусе. Я считаю, что когда Иисус был еще младенцем, и мать держала его на руках, он знал ровно столько, сколько знает любой младенец, не переставая при этом быть Богом. Возрастая в мудрости, в знании, он действительно возрастал в мудрости и в знании. А он действительно дремал или спал на этой лодке. И действительно, когда он говорил, что я не знаю, мне неизвестен день моего второго пришествия, он действительно его не знал, он говорил правду. Но Богу было угодно осуществлять, реализовывать, открывать через Иисуса грани Божества. Бог знает все. И Иисус знал все, что в сердце каждого человека. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok